Почему это нельзя было переснять, чуваки? Всем привет, это Громкие Рыбы, и это второй сезон прожарки татарских клипов. Меня зовут Амир, это Кирилл. Мы сейчас будем смотреть татарские клипы, но сегодня к нам придет гость. Актер сериала Улица на ТНТ, ведущий передачи на ТНВ, кулинарной передаче. Да и вообще, просто классный парень. Встречайте, Руслан Сабиров. Привет, здрасте. Так, что делаем, пацаны? Итак, у нас есть клип. Я так вот решил предложить, мы решили ввести с этого выпуска бинго татарских клипов. Смотри, мы тут выписали 9 вещей, 9 вещей, которые в основном попадают в татарских клипах. Предлагаем тебе выбрать 3 варианта, которые, как ты считаешь, будут в следующем клипе. Если ты угадаешь, то, ну, угадаешь. Что у нас есть? Звонки по телефону или смс. Это очень важный структурный режиссерский ход. Можно я сразу... Это будет, по-любому. Во всех татарских клипах это есть. Семейная ссора и дети. Фруктовая корзина. Как бы это редкая ставка, но ты понимаешь, что за нее 16 икс коэффициент, да? Понимаешь? Да, это не пироги, то есть пироги там полтора. Измена, ну тут тоже так, 50 баллов. Стереотипные ботаники. Есть такой образ. Я просто раздающий коэффициенты буду сегодня. Такие, ну, ботаники. Очень-таки ботаник в круглых очках. Так. Квартира с золотым орнаментом в дизайне. Квартира с золотым орнаментом в интерьере Это вот этот цыганский шик Он везде Багеты вокруг телевизора Обои вот эти Шелкография У меня уже есть два ответа Важное собрание в офисе У меня даже есть знакомый Который снимался в татарском клипе У них было важное собрание в космосе Ну и куплет в поле Куплет в поле Мне кажется это бесплатно вообще По умолчанию Приезд в деревню на иномарке Ну это тоже возможно быть А три варианта можно выбрать? Да, можно три Тогда я выбираю Тогда я выбираю семейную ссору и дети Все, окей Итак, ответы приняты Кирилл, а ты же понимаешь, что это бинго Это все варианты ответа Могут быть в клипах Это все может быть даже в одном клипе Вы понимаете? Последний выпуск будет, когда мы разберем клип В котором все есть Либо мы сами это сделаем Снимем клип Да, мы хотим снять свой татарский клип По всем канонам И уже начали искать красивые места для этого Всего 40 минут от Казани И смотрите где мы Пляж Камское море Смотрите сколько всего здесь интересного Лодка, чтобы делать классные фотки в инстаграм Лежаки, на которые не нужно ждать очередь Песок, чтобы классно подкидывать его в слоу-мо Ну или грустить, как в клипах, если вас бросила девушка В общем, этот большой парк-пляж Расположен на протяжении 900 метров береговой линии Идеальное место, чтобы провести весь день с семьей и друзьями Больше информации можно узнать, пройдя по ссылке в описании Все, клип готов Это клип Флорида Гиздатулина Гафу и Тебелик Гиздатый клип, пацаны Песня называется Гафу и Тебелик Как переводится, знаешь? Подожди, ты-то знаешь Один из классов, эй, давай-ка ответь Белик, вот Белик мне смешает Это что-то из Турции связано Белик, Белик, Белик Ну, извини, что-то Ну, плюс-минус Плюс-минус Умейте извиняться Умейте извиняться, да Флорид, гафует за то, что у тебя такая фамилия и то, что я над ней посменялся Гнали Саксофон надо поставить, да, в нашу бингу Саксофон, ну вы, смотрите, вот, чуть-чуть мы посмотрели Появился саксофон и ресторан Где такие бизнес-ланчи дают вообще в обед там с саксофоном вообще? Это день, по-любому это день, да Светло, да, светло И как бы саксофон, ты реально приходишь на бизнес-ланчить И чувак Тю-дюн, ту-дюн Вот это весит Итак, смотрим дальше Так, действия в кафе Танцуют Сидят Много персонажей водится сразу И все они Одна идет Ага Тю-дюн, ту-дюн около входа на кухню будь пока то есть вы вы же оценили масштабы ресторана да то есть там в принципе есть место да куда его посадили хрена какого он сидит возле выхода на кухню и он играется на саксофоне так немножко ногу иногда подгибает потому что дверь потому что официантка выходит просто просто официантки по приколу она хочет ходить и мешать тебе играть они его проверяют стрессоустойчиво ты будешь играть в нашем ресторане только когда пройдешь все наши испытания какое-нибудь второе испытание просто проходит на водичку подождите подождите ничего было ресторан саксофонист одна пара танцует одна сидит и я его еще слева приходит девушка видать к родителям да так дальше опаньки это из мема про чувака который оглядывается на самом деле знаете какой новый мем здесь вот типа написано жизненные ценности богатство будущее типа мои друзья мои знакомые я так драму тут закручивается смотри типа дочь говорит я беременна и отец как так как так от кого от кого так же он настолько драматично это играет от кого это может они актер хороший просто режиссер клипа сделал вот так вот да ну как вот ты как актер как скажешь как правильно режиссер виноват что неправильную задачу поставил актеру или все-таки сам актер в какой-то степени должен нести ответственность за свою роль в этом случае мне кажется сценарист на лист уже меньше всего бывает и меньше влиятельности у них это сценарист вот от кого же она беременна а вы заметили что на заднем фоне убежала та баба парень который смотрел на официантку вот девушка убегает вот это вот еще вот это на нее смотрит вообще официантка по умеет она похожи кстати все брюнеты все похожи вообще они такие это брюнетский заговор не могу не могли хотя бы карлика взять чтобы ну хоть как-то отличилась блондина взять но рыжих на них же много реально люди есть хотя сидят здесь 2 до 5 мы выигрываем 2 1 польза брюнетов ту-ту-ту вымирают надо пользоваться пока реквизит есть еще болгары между пусть на секундочку были рыжими а ты тут есть причем кирилл так и появился сам артист на самом деле брюнет сам флорид и так короче что мы имеем линия с молодой парой с парнем который засмотрелся на официантку саксофонист саксофонист девушка который беременна ее родители и пара пока с непонятным непонятной проблемой она есть в любом непонятно чё там очень много героев и все это все это происходит в одном месте история начинается 48 секунд да и по всей видимости у каждой эта история должно быть какое-то грандиозное развитие ну и задачка у нас ну и задачка мы как будто пришли такие ленточку и фбр-овцы такие так что мы имеем засрань нам предстоит сегодня коллеги твою мать какого хрена будет жесткое дело один дубль почему это нельзя было переснять чуваки дальше так возможно мы просто сильно цепляемся конечно давайте ослабим ослабим немножечко вот этот винтик продолжаем средняя пара вышла или официантка судя по тому как долго он смотрит это официантка это за парень такой на него все смотрят на него все смотрят вы видели одна официантка посмотрела это такая может дело в нем в этом парне опять артист холодно чуваку смотри предположение рук вас не свечет вам не кажется что они взяли это манекен они взяли с рынка манекена он просто бошку так подставил такой на самом деле это человек при ветре снимали им повезло что они без ветра точнее не подключенного этого чувака так средняя пара помню звонки по телефону девять Sarah 2 мелодия прикинуть она front sc Почему она на всех так смотрит? Че с ней? Да, да, у нее просто молчаливый такой взгляд. Это странный, скорее, взгляд такой. Не пристегнутый, разговаривает по телефону и... Давайте найдем этого человека, как он называется, и напишем в ГИБДД. На меня так написали. Когда я снимал видео... А ты обижен, да? Я обижен! И теперь ты борец за кого? Я заплатил пятихатку за то, что я снимал видео и был, типа, не пристегнутый, вылезал из машины. Он не заметил. Он с ней сидел, жрал в ресторане, потом подвез, но не заметил, как она ушла. Огурцы, ну... Огурцы, огурцы. Давайте не будем придираться, но огурцы, ребят. Начнем с огурцов. Толстовато. Не замечаете? Нормально, нормально. Сейчас накопаешься, батон тонковато, да? Нормально, для бутерброда нормально. Огурцы. Мужчина. О, это отец, да, тот? Да, 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 да. Он расстроен. Уйди, уйди, говорит он. Отстань, старуха, я в печали. Я расстроен, потому что в доме только одно сладкое. Фруктовая корзинка. Рафаэлла. Фруктовая корзинка! Потом мед. Рафаэлла. Зефирка. В доме одно сладкое. Конечно, мужчина расстраивается. Татарскому мужчине нужна говядина. Он расстроен. Он расстроен, да, что у него... Девочка беременна, да? Что у него все нормально, все здоровье. Да, да, он переживает такой. Что получилось-таки. Да, что получилось-таки. И все-таки в доме одно сладкое тоже. Как причину, давайте рассматривать это. Давай. Все-таки это, да? Еще одного персонажа вводит Джеймс. Так, подожди, это тот чувак, а это другой. Это сам певец, по-моему. Это сам певец. Подождите, ребята, где наш листочек? Погоди, где наша бинго? Татарская бинго. Где ваш татарская бинго? Дети? Опа. Да. Ну, я не знаю, сколько семейная ссора, но те ребята в кафе ругались. Это как бы из разных сцен, складываем из двух сцен одно и получаем... Подождите, подождите. По правилам, по правилам, одновременно при семейной ссоре должны быть дети и наблюдатели. Все, то есть это... Ты как строгий судья. Все, окей, не подходит. Простите. Гафуитый госдуслар, не подходит. Кирилл как будет иногда в выпусках появляться, как хранитель традиций клуба прожарки иногда. Он как Борщевский в ЧГК. Только правила этого не позволяют. Да, он достается вот правил всегда. У него уже мятый вот этот бинго. При мне семейные ссоры и дети всегда в одном кадре. Леонардо Ди Каприо снимается в этом клипе, вы заметили? Но копия. Конечно, Флорид Гиздатурин решил сняться в этой сцене. Да, да. Нет, это, короче, нет, это двойник Ди Каприо, но толстого Ди Каприо. Помните такой чувак, покушен на двойника Ди Каприо? Это двойник двойника. Надо объяснить перевод как бы. Здесь было так. Этот чувак, Ди Каприо, он говорит... Называется Ди Каприо. Флорид, у тебя сколько детей? Флорид отвечает, у меня трое, у меня трое детей. А у тебя... Нет, этому чуваку прощается. А вы, говорит, когда вы уже, говорит, намутите? Когда, говорит, вы уже, ну, эти самые-то дети-то у вас, когда уже? На что он отвечает? Оценка, оценка гениальная просто вообще. Кто? Кто? Постаревший Билан. Да, располневший Билан уже такой. Это тройник. Двойник Билан. Короче, двойник. Нет, двойник. Двойник. Двойник Ди Каприо и... Двойник Билан. Двойник. И единичник Флорид Эгизотон. В этих детях весь смысл жизни, понимаете? Вот. И дает телефон ребенку. И дает телефон, типа, на, отъеби. Да, да. Я за твою судьбу больше не ответственен, но за тебя говорить буду красиво. Драма на самом деле происходит. Ребенка к телефону подскажешь, это же ужас. Да, да. Я его кумирующий, он прям... Так, разберемся. Это кто пошел? Это официантка? Нет, это которая вышла из машины бородатого чувака. Которая пялит на все. Жестко палец. Да, да, все, все, все. Она же очень странно смотрела в машине. И появился отец беременный. Это отец? Да. Точно? Да, вот смотри. А, он же ушел из дома, да, как раз таки, ну, расстроенный? Случайно встретился мясо купить. Так. Так, ага. Подождите, это тот, да? Все-таки это отец, и он встретил ту бабу, да? Она рассыпала, он ей поднял, а они о чем-то говорили. Две истории сейчас пересеклись. Пересеклись, да, как будто, да. Девчонка выбегает на дорогу. На дорогу, да. Совсем забыл слово жизнь, Шуля. Что такое он говорил, по-фему, очень долго. А он говорит, типа, ну, братан, ты еще... А, он такой, ага, ну ладно. И он такой... У него опять какая-то хрень с реакцией, с оценкой. Ну, что он, наоборот, он взял... Он два раза все понял в клипе уже. Первый раз, когда ему сказали... И сейчас такой... Опять что-то у него... Опять понимать надо что-то. Опять что-то понимать. Ну, это же была та пара, которая... Ругалась. Они километр прошли, так вот что-то ругались. Еще две истории с... Это они были, нет? Да, да, смотри. Это тот парень, мы его узнаем. Вот тот парень из ресторана. Да, 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 да. Режиссер одну историю соединил. Двух пар. И сейчас еще раз. Этих и соединил. Там чувак пересек, мне кажется, какую-нибудь линию, там, сплошную линию. Да, ты знаешь эту дорогу? Там двойная спорная? Скорее всего. Можешь звякнуть, вот, номер там... Да, давай, отомстись. Да, это что за прошлый? Короче, чувак болтает по телефону, ездит непристегнутый, чуть не задавил человека, пересекает двойную и сплошную. Звони, звони, отомсти за себя. Но самая жара, пацаны, знаете, что самая жара? Вы же, вы должны были заметить. Вот смотрите, заметьте эту деталь, смотрите. Как? Смотрите, сколько следов от разворотов. Это не первый дубль. Тогда мы делаем вывод, что реально тот дубль, где чувак подсказил... Он тоже был не один, это просто был лучший. Ну, либо они вот здесь потеряли кучу времени, и такие... Очень много времени. Блин, мы разворачивались. ТО часа, блин. Давайте сцену кафе быстро отец. Этот чувак не мог развернуться. Так, он вернулся к своей. Так. Это официантка. Нет? Нет. Официантку больше не показывают. Забыли. Нет, возможно, покажут. Так, он вернулся, обнялся с нее. Потому что она тоже беременна. Вот, оказывается, в чем загадка. Вы запутали, я запутался. У меня все сошлось. А, да? Смотри. А это может ты емзи? Смотри. Смотри. Конечно, емзи. Смотри. Короче. Пацаны. Они сидят в ресторане. Они сидят без настроения. Просто бизнес-ланч у них днем, да? Бизнес-строение. Кстати, это... Бизнес-ланч бизнес-строение. Когда ругаются эти, она так, знаешь, их провожает взглядом. Потом она выходит, смотрит на эту пару. Потом она смотрит на мужа, когда едет с таким отрешенным взглядом. А потом у него спрашивают, вы уже когда детей? И он такой. Ну, типа, своим отыгрышем показывает, что мы не можем иметь детей. А, думаешь так? А мы ржали над ними вообще, как не стыдно, блин. Офигеть. И он поэтому... И, короче, и он расстроен и едет, чуть не сбивает. И видит, как тот чувак за свою девку опять впрягается. И он понимает, что, типа, блин, да не в этом дело. Важно, что я люблю ее. Вбегает с такой рожей. Домой. Обнимает ее. Она стоит на кухне и видит, они УЗИ. Результаты УЗИ. Подождите, а там же было прям УЗИ, да? Прям же было? Да-да-да, пока. Подождите. Ты думаешь, что там просто что-то положили такое, чтобы было похоже? Так, ну тут видно, что подготовили УЗИ прям. Но вот это похоже на первую фотографию черной дыры, по-моему. Если по задней стенке, значит. А это хорошо, кстати. Это хорошо? Ребята, это хорошо. Когда да, по задней стенке, это хорошо, это значит, живот большой не будет. Образовательный характер. И в семью, где дочь беременна, вернулся отец. Она думала, что он ей втащит, походу. И принял дочь. Понимаете? Он осознал. Он прошел путь. Так он с той бабой беременной разговаривал, который продукты распыскали. Она его навострила. Она как бы ему все объяснила. Подождите, тогда у меня вообще не срост. Запутался. Она же знала, что она беременна. Почему? А муж знал или нет? Почему он у нее обижался? Что за хрень? Подождите, подождите. Есть вариант. Но не смешной просто. Мне кажется, он высадил ее на УЗИ, чтобы она сделала УЗИ. Нет. То есть тогда он не знал? Нет. Нет. Никто не согласится с тобой. Никто. Души говори. Смешной? Что нет? Иди, сделай. Приходи. Ты растолстела, бензин тратится больше. Все, не хочу, иди, давай. Пешком ходи, давай. Тебе полезно. Смотри, этот клип закончился уже? Все. Давайте итог. Но это еще не самое. Это еще не самое. Подожди. Вот эта актриса. Короче, этого же персонажа, который играет в этой же героине, выгоняет муж из дома. Вместе с детьми. В первой прожарке это было. Вы делали, да? Да. Так. Это приквел спин-оффа. Это она, да? Это она же, ее выгнали, это вот до этого, как до рождения детей. Да. Как у нее дети появились. Первая прожарка первого сезона. Начало. Подожди, это не... Я смотрел все ваши выпуски, я помню, там была ссора, и он выгонял... вот так бросал её Hahahaha Да 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 точно точно запутанные истории вообще а кто разобрался, тот просто ставит лайк кто не разобрался тоже, потому что больше людей не разобрались от лайков отказываться не будем ты видишь что их будет 10? спасибо тебе большое спасибо за то что просит переснимать не будем как тот дубль знаешь ли да вы тоже здесь как-то зевал и зевал спасибо большое с нами был руслан сабиров это было очень смешно подписывайтесь на него вот мы ставим а ты про нас говоришь это были громкие рыбы они очень классные ребят серьезно это будет один из самых лучших выпусков прожарки татарских они мне пообещали что так и давайте соберем как можно больше лайков прямо прям много просмотров и на спасибо было очень прям прикольно спасибо ну и так же мы прощаемся в конце все эй так можно